Друзья, рад вас приветствовать на канале Руслан Флэш. Сегодня я хотел бы поделиться своим собственным опытом, как отличить от поддельных 100-долларовой купюры нового образца. Самый первый способ, когда мы берем 100-долларовую купюру, она должна шелестеть. Есть такое выражение «хруст зеленый». Это первый способ. Второй способ – настоящая купюра должна пахнуть. То есть, если мы ее нюхаем, она как бы пахнет. Следующий способ, один из самых эффективных, это когда мы берем воротничок, если мы его трем. То есть, он должен быть шершавый. Шершавый – это потому, что используется очень дорогая бумага, которую подделать практически невозможно. Далее идет способ – это защитная фиолетовая полоса. То есть, если мы берем, вот так вот посмотрим, то здесь должен быть колокольчик и сотка. То есть, вот так вот, видите, колокольчик и сотка. На некоторых купюрах иногда просто встречается. Либо нит колокольчика, либо сотка. Вот. Ну и стандартные знаки – это водяной знак, нить должна быть. Вот. Хотел бы еще рассказать еще о двух других способах, которых я видел, которыми я пользуюсь. Также сейчас существует американский маркер. Это когда люди проверяют очень большие группные суммы при покупке и продаже квартир, автомобилей, маркером наносятся хрестики на большие суммы денег. Они через пару часов исчезают. Вот. И еще следующим способом, которым я иногда пользуюсь – это вот такой вот приборщик. Его можно взять в купюру 100-долларовую, к примеру. Так как здесь находятся магнитные ленты. То есть с этой стороны и с этой стороны. Если мы проведем по одной из лент, она должна зазвенеть. Вот, к примеру, где-то так. Неподобно. Вот. Видите? Значит, купюра подлинная. И вот так вот, в принципе, можно все купюры проверять таким приборчиком. Вот. Маленький, удобный, аккуратный. Все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Рад был поделиться своим опытом. До новых встреч. Ставьте лайки. С вами вы были на канале Руслан Флэш. Редактор субтитров А.Семкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова